В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Кукурева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Сохранить нельзя продать. Имущество санаторий Сосновый Бор продолжают распродавать за бесценок. В Рязани появилась первая экопарковка и в Тюзи выступает театр из Польши. Его называют ведущим в Европе. Октябрьский снегопад стал первым серьезным в этом году. В прошлом году снег лег в конце октября, а растаял только в марте. Но в этом году, говорят синоптики, снежного рекорда ждать не стоит. В выходные дни сохранится влияние атлантического циклона, который уже принес в наш регион местами сильный снег. Но долго он не пролежит. Ветер южных направлений пригонит более теплый воздух. В субботу и воскресенье местами ожидаются небольшие осадки. Ночью еще, возможно, в виде снега, мокрого снега, а днем в виде дождя. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. На отдельных участках дорог гололедится. Но так как температура воздуха у нас повышается, говорить об устойчивом снежном покрове и о серьезных гололедных явлениях пока еще рано. И стоит отметить, что атмосферное давление сейчас пониженное. Сегодня оно будет в пределах 739 мм ртутного столба. При норме для Рязани 750. И в ближайшие дни ожидается дальнейшее значительное его понижение. Поэтому метеочувствительным, метеозависимым людям нужно быть осторожными и следить за своим самочувствием. Погодные условия не помеха для работы рязанских дорожников. Чтобы успеть сдать работу в срок, они укладывают асфальт прямо в снег. На одной из таких дорог побывала Галина Ершова. Она попыталась выяснить, надолго ли там теперь задержится новое дорожное покрытие. Асфальт в луже. Жители города возмущают, что дороги ремонтируют, несмотря на мокрую погоду. Такие случаи зафиксированы по всей Рязани. Ремонт продолжают на Куйбышевском шоссе, улице Комбайновой и перед перинатальным центром. Однако рабочие от комментариев отказываются. А сегодня до скольки планируется работать? Сегодня так. Ну да, сворачиваемся. Уже заканчиваете, да? А когда продолжится? Завтра? Так погода, наверное. Рязанцы с недоверием относятся к такому рвению рабочих. Они считают, что сделать качественную дорогу в таких погодных условиях невозможно. В воду класть асфальт, это как-то не очень... Я думаю, он недолго здесь пролежит. Мне кажется, у нас кругом по сравнению таких ситуаций. Я много где был, но я думаю, Рязань – это не единственный регион с таким вот беспределом. Ну, сейчас положат, он сойдет через два месяца. Или весной. А как думаете, есть асфальт, который можно укладывать в такую погоду? Я думаю, что нет, пока такое еще не изобрели. Который еще потом сошел вместе с асфальтом. Снег. Старей или нет дороги? Нет, конечно, нет какой доверия. Администрация города объясняет, что современные технологии позволяют продолжать дорожные работы при небольших осадках. А именно такие мы сейчас видим на улице. Официально прокомментировать ситуацию городские власти обещали на следующей неделе. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани появилась одна из первых эко-парковок. Сделали ее в песочне около роддома номер один. Что представляет она из себя и чем отличается от обычных, расскажет Валерий Седов. Городской родильный дом номер один. Именно здесь появилась первая в Рязани эко-парковка. Место было выбрано не случайно. Помимо важной социальной значимости объекта, здесь была проблема и посерьезней. Все время в роддом, когда приезжали, передачки передавать, да, папы, родственники, когда на выписку, парковаться негде было. Была грязь, были кусты какие-то, трава, машины ставили где угодно. Невозможно было подъехать, было очень неудобно. Юлия и Анастасия когда-то были пациентками первого родильного дома. И на себе ощутили все тяготы и невзгоды дворовой территории. И теперь с открытием эко-парковки главная их эмоция – это радость. Это очень удобно. Здесь просто удобно будет парковаться. Ваши машину выходишь не в грязь, а на зеленый газон. Что из себя представляет проект? Это экологическая парковка на газоне под специальными решетками. Ячеистое покрытие кладут на газон, благодаря чему автомобили не портят зеленых насаждений. Эко-паркинг широко распространен в странах Европы. Их срок службы составляет около 25 лет. Этот проект реализуется в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Он был создан по поручению исполняющего обязанности главы региона Сергея Карабасова. Значимость такой парковки уже оценил главный врач первого родильного дома. Ну это, во-первых, имидж медицинского учреждения, это первая очередь. Второе – это эстетические условия. А третье – это настроение. Настроение тех посетителей, которые приезжают в этот дом, чтобы проведать своих родственников, будущих мам. Так что, я думаю, тут только одни плюсы. В следующем году планируется открыть минимум 40 эко-парковок. Предпочтение отдается социально важным объектам – больницы и школы. В настоящий момент определяются территории, в которых будет реализован этот проект. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Имущество санатория «Сосновый бор» продолжают распродавать за бесценок. Об этом на заседании правительства Рязанской области заявил вице-губернатор Игорь Греков. Ситуацию поручили разобраться в службе судебных приставов. Душевые кабинки – 30 штук, столько же люст ребра, по 20 кроватей, тумб, шкафов и кондиционеров. Это и другое имущество санатория «Старица» было продано всего за 50 тысяч рублей. Расценки заинтересовали администрацию города, однако управление судебных приставов нарушений не нашло. Если бы арест данного имущества своевременно произведен не был, выручить денежное средство за его реализацию не представилось бы возможным, ввиду неликвидности находящегося в нем имущества. Таким образом, действия должностных лиц управления при проведении самореализации арестованного имущества по якобы заниженным ценам были направлены исключительно на правильное и своевременное исполнение решений суда. Напомним, что санаторий «Сосновый Бор» объявлен банкротом. В марте этого года учреждение полностью остановило свою деятельность. Имущество санатория было арестовано, однако у него остались обязательства перед сотрудниками. В результате действий правоохранительных органов части людей удалось выплатить начисленную, но не выданную заработную плату. В соответствии с требованиями 229-го федерального закона об исполнительном производстве была произведена самореализация арестованного имущества должника. Денежные средства, полученные от самореализации данного имущества, перечислялись взыскателем в счет погашения задолженности по заработной плате. Всего же от проведенной процедуры самореализации должника юридического лица было выручено около 1 миллион 800 тысяч рублей. Управление судебных приставов сообщает, что на момент ареста и продажи имущества в санатории протекала крыша, поэтому на стенах здания образовались плесень и грибок. Весной 2017 года в Сосновом Бару отключили электричество и газ. Из-за этих действий пострадали мебель и бытовая техника. Управление разъясняет, что основная масса исполнительных документов о взыскании санаторий за должности по заработной плате поступила для принудительного исполнения в конце июня 2017 года. То есть уже после того, как в пользу работников, ранее предъявивших для принудительного исполнения исполнительные документы в структурное подразделение управления, исполнительные производства уже были окончены фактическим исполнением. Сейчас часть арестованного имущества на сумму более 2 миллионов рублей находится на принудительной реализации. Его продают на комиссионных началах в Росимуществе, Рязанской, Тульской и Орловской областях. Все средства пойдут на погашение за должности по заработной плате перед сотрудниками бывшего санатория «Сосновый бор». Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С целью повышения эффективности транспортной системы города в Рязани продолжается работа по изменению схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. В настоящее время загруженность общественного транспорта в городе достигает всего 30%. При этом в некоторых районах пассажирам приходится подолгу стоять на остановках или делать сразу по несколько пересадок. Уж полночь близится, а транспорта все нет. С такой проблемой, вероятно, сталкивался практически каждый житель Рязани. С наступлением темноты транспортный поток редеет, и доехать до своего дома становится все сложнее. К сожалению, за последнее время в нашем городе появился только один новый маршрут. Это автобус номер 10, который соединяет три самых отдаленных точки города – Борки, Михайловское шоссе и поселок Мехзавода. Жители последнего неоднократно жаловались на то, что им сложно добраться до своего родного дома. Проблема нашего поселка состоит в том, что после 10 часов у нас невозможно уехать к нам на поселок Мехзавод с любой остановки. Потому что транспорт 77 маршрутка 62 практически у нас ходит только до 10 часов. 62 вообще до 9 часов. Поэтому к нам можно приехать только на 20 автобусе, который тоже не всегда ходит. Автобус впервые вышел на свой маршрут 23 октября, в понедельник. Сейчас их только два. И, к сожалению, проблему некоторых жителей поселка Мехзавода он не решает. Режим работы нового автобуса 12-часовой. То есть с 7 утра до 7 вечера. Маршрут сейчас проходит накатку. То есть при дальнейшем, то есть его есть экономической составляющей достойной будет добавлено количество единиц. Если же маршрут останется просто социальным, то будут предприняты попытки подстроиться под режим работы основных предприятий, и притягивающих пассажиров – это школы, детские сады, больницы, заводы, военные учреждения, которые находятся на пути следования маршрута. Поэтому сейчас собираем только пожелания пассажиров. Выход на маршрут новых транспортных средств, уменьшение интервалов и увеличение работы часов возможно только в том случае, если маршрут будет востребован. Остальные изменения общественного транспорта в городе касаются в основном продления уже существующих маршрутов. Из наиболее таких существенных можно было бы выделить продление 4-го автобуса до ТРЦМ-5МОЛ, продление 17-го троллейбуса до завода «Ресцветмет», организация заезда 17-го автобуса к гипермаркету «Лента», продление коммерческого автобусного маршрута 58М2 до Новорязанской ТЭЦ, ну и продление 90М2 маршрута коммерческого до нефтезавода. Сказались изменения и на частоте прихода общественного транспорта. Например, 17-му троллейбусу увеличили маршрут, но на рейс машин не добавили. Это скорее исключение из правил. В остальных же случаях добавляли новые транспортные средства. В настоящее время, чтобы появился новый маршрут, должно быть учтено очень много факторов. Это и быстрое развитие улично-дорожной сети города, и оснащение объектами транспортной инфраструктуры. Сейчас ситуация с уличной дорожной сетью в городе такова, что большая часть улиц, которые соответствуют требованиям по работе пассажирского транспорта, уже загружены пассажирским транспортом. А на некоторых улицах, особенно центральных, эта загрузка уже близка к критической. Поэтому при действующей улично-дорожной сети резервы для оптимизации маршрутной сети, для создания каких-то кардинально новых маршрутов, они почти исчерпаны. Можно говорить только об улучшении уже действующих маршрутов. Огромную роль в появлении новых маршрутов играет экономический аспект. То есть он должен быть рентабельным. Мнение граждан тоже учитывается. Любой житель может отправить заявку на появление нового маршрута. Образец есть и в постановлении администрации города. Номер 4351, а 21 августа 2012 года. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанский мотоциклист разогнался до 300 км в час и снял это на видео. Соответствующий ролик появился в социальной сети ВКонтакте. На нем видно, как рязанец на мотоцикле начинает движение от Муромского шоссе в направлении Конищева и разгоняется до 300 км в час. Скорость для шумахера стала не помехой, чтобы заснять свой рекорд еще и на видео. Их работы изучают по многочисленным сериалам. Однако в реальной жизни профессия дознавателя выглядит иначе. Чем на самом деле занимаются стражи порядка, выясняла Галина Ершова. Дознаватели отмечают профессиональный праздник. В этом году исполнилось 25 лет со дня образования их спецподразделения. Стражи порядка расследуют уголовные дела с небольшой и средней степенью тяжести, обычно до двух лет лишения свободы или принудительными работами. Одной из них относится к статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийства или причинение тяжкого вреда здоровью». Цель не убить, не покалечить как-то, а напугать своего близкого, чтобы показать свое превосходство, запугать. Иногда близкие долгое время не обращаются в правоохранительные органы. Член семьи постепенно ведет себя все хуже и хуже. А безнаказанность она порождает только безнаказанность. 99% преступлений этой категории совершаются под воздействием алкоголя. Чтобы разорвать порочный круг, нередко достаточно простого разговора с полицейскими. Так удалось помирить сына и маму. Женщина сказала, слава богу, он все-таки перебросил, трудоустроился, на завод. Он сам говорит, да я теперь работаю, у меня все хорошо. Ну да, если так, то может быть основная цель достигнута, даже если там из двух десятков подобного рода преступлений, один хотя бы трудоустроится. Однако бывает, что семья приходит в отдел в год по несколько раз. Случается расследователь совершенно неожиданный случай. Один из них произошел в первый рабочий день Ольги Шалупиной. Муж угрожал своей жене, замахнувшись ножом, сказал, что я тебя убью. После чего он, когда пришли сотрудники полиции, выпрыгнул в окно и от полученных травм через неделю в больнице скончался. Однако это скорее исключение из правил. Обычная работа дознавателя – это общение с потерпевшими и проведение следственных экспериментов. Другой популярной статьей является нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Бывали случаи в этом году, например, человек четыре раза подвергался данной статье. Говорит, что как только он выпьет, ему нужно сразу садиться за руль. И даже зная, что это уже является уголовно наказуемым деянием, его это не останавливает. Перевоспитать – вот основная задача дознавателя. Как опытные психологи, они пытаются разобраться в мотивах человека и исключить повторные нарушения. Стоит отметить, что у дознавателей нет специализации. Каждый сотрудник расследует абсолютно разные случаи. На подготовку материалов по одному делу у них может уйти от одной недели до нескольких месяцев. После этого бумаги передают в суд. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ведущий театр Европы впервые посетил Россию, а в гастрольное турне вошли лишь три города. Первый из них – Рязань. Труппы из Польши покажут здесь два детских спектакля. Однако те проблемы, о которых говорится в постановке, поймут и взрослые. Я тебя вижу. Все меня видят, я же белый. Среди черных птиц и истенок Фредерико уделяется не только цветом перьев, но и характером. Непоседый хотел появиться на свет на родине, в Европе, однако его родители вынуждены были эмигрировать в Африку. Здесь он встречает немало насмешек и завистников, но в то же время узнает настоящую дружбу. Спектакль исполнила польская труппа из ведущего театра Европы. Управляться с огромными куклами непросто. Некоторые из них весят 12-14 килограмм. Их изготовила артистка из Южной Африки Яни Янге. Подобные конструкции используются в нескольких спектаклях театра. Эта постановка стала первой совместной работой. Тему для нее выбирали больше года. А с другой стороны, какая-то провокация на разные современные темы. В основу спектакля легло произведение молодого польского драматурга Малины Пшеслюги, автора 12 книг и нескольких десятков пьес. Связь с ней театральная труппа держала по скайпу. Это было сложно, потому что все эти проблемы коммуникации, других языков, других культур по музыке, по сценарии, это сложно, а не так просто сделать эти куклы после всех этих спектаклов. Мы покажем зрителям, как они сделаны. Это какой-то маслоистом, мне кажется. Полноценными участниками постановки стали и рязанские актеры. Они выступили в качестве переводчиков. Текст пьесы на русском языке им прислали заранее, а вот репетировать пришлось накануне ночью. Они сидят в радиорубке, они видят спектакль в сиюминутно, что происходит на сцене, и идет текст-перевод. Мы думали, что не надо никаких титров, никакого синхронного перевода, потому что надо чувствовать немножко сцену, то, что другие говорят на... потому что пьеса тоже об этом, что одни говорят на посту, другие говорят на русском, но мы должны пониматься все-таки. Чёрный здесь пьеса нет, а я белый, как мел. Разве я возьму, я виноват? Мне очень понравился спектакль, он был очень веселый, но было иногда страшно, когда была гроза. Костюмы, люди, что они так качественно играют. После премьеры в Рязани актеры польского театра отправятся в Иваново и Ярославль. На этом их тур по России закончится. Трупы будет ждать уже немецкий зритель. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Автомобилисты знают, что качественное топливо способно продлить срок службы двигателя, а это сердце машины. В нашем городе есть примеры автозаправок, где качество бензина – это обязательное условие работы. Во всем мире сеть автозаправочных станций «Шелл» стала олицетворением качественного топлива, безупречного сервиса и прекрасного обслуживания клиентов. За один год под брендом «Шелл» в Рязани открыты уже пять АЗС. Топливо «Шелл» в России идентично топливу, реализуемо на АЗС «Шелл» по всему миру. Мы контролируем каждый этап транспортировки топлива. В этом нам помогает сердце сырная независимая лаборатория, которая проводит анализ проб, получая на всех этапах транспортировки и хранения. Нашей особой гордостью является топливо «Шелл Випауэр». В июне этого года мы перезапустили топливо «Шелл Випауэр». В нем примена новая улучшенная формула, которая очищает и способствует увеличению мощности уже после первой заправки. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущей формулой, новый улучшенный бензин «Шелл Випауэр» содержит на 25% больше модификаторов трения, которые влияют на сокращение трения между контактирующими деталями двигателя. Это способствует повышению топливной экономичности. Сегодня в этом может убедиться каждый рязанец. В Рязани открылся первый ортопедический магазин. Здесь можно найти не только узкие товары для правильной осанки и красивой походки, но и специальные товары для ухода за тяжело больными людьми. Хорошо знакомая рязанцам сеть аптека «Гиппократ» открыла специализированный ортопедический магазин в микрорайоне Конищева на улице Интернациональной, дом 4, напротив поликлиники областной клинической больницы. Пациентам с проблемами в опорно-двигательном аппарате. Здесь можно найти все самое необходимое для реабилитации. Многое из ассортимента облегчит задачу тем, кто ухаживает за лежачими больными. В нашем магазине представлен широкий ассортимент средств по уходу в быту. Имеется многофункциональная механическая кровать для лежачих больных. У нее удобный поручень. Имеется приспособление для приподнятия больного. Также имеется приспособление для капельниц. «Гиппократ» специализируется на средствах реабилитации, ортопедии, медицинской техники и работает с ведущими производителями. Такое сотрудничество позволяет делать цены на товары низкими. У нас представлен широкий ассортимент средств реабилитации. Это костыли, ходунки различного вида, на колесиках, без них шагающие, с упором, с тем, чтобы человек мог присесть. В ассортименте магазина представлены технические средства и продукция, которая существенно облегчает жизнь инвалидам и пожилым людям. «Гиппократ» предлагает купить санитарные приспособления – ванны для мытья головы и тела, судно, влажные салфетки, а также различные косметические средства для гигиены. Все эти изделия необходимы для того, чтобы обезопасить и упростить прохождение гигиенических процедур людям, у которых присутствуют те или иные ограничения по здоровью. Для людей с ограниченными возможностями здесь имеется широкий выбор специальных колясок. Они очень легкие, они очень удобные, складываются одним движением. Вот так вот раз – и она сложилась. То есть не вызывают технические каких-то там манипуляций серьезных, сложных. Помимо специальных товаров в «Гиппократе» можно найти товары для спортсменов, а также специальные корсеты, бандажи и ортопедические подушки. Многие люди в наше время жалуются на головную боль, но немногие знают, что причина в этом – шейный остеохондроз. В нашем магазине представлен широкий ассортимент ортопедических подушек. Они улучшают кровообращение, выполняют микромассаж и улучшают ваш сон. Первый ортопедический магазин сети аптека «Гиппократ» открыл свои двери по адресу улицы Интернациональная, дом 4, напротив поликлиники областной клинической больницы. Прессонал магазина прошел специальное обучение и может грамотно консультировать своих покупателей. В выборе необходимых средств помощи и реабилитации для тех людей, кто имеет непростые проблемы со здоровьем. Осень – это пора перемен, и несмотря на то, что природа засыпает, для людей открываются новые возможности. Всех тянет к теплу, уюту и заряду хорошего настроения. Именно поэтому для ресторанов в Рязани настало самое время. Ресторан «Шандала», который расположен в самом центре Рязани, на улице Почтовой, распахнул свои двери в новый сезон, который начнется с выступления известной музыкальной группы. Ресторан «Шандала» известен рязанцам своей атмосферой. Блюда, приготовленные на мангале, европейская кухня, живая музыка. Здравствуйте, товарищи! Дамы и господа! Это голос Токарева от Милли. Так у нас бывают злые люди иногда, Слух пускает, что тебя убили. Ресторан уже сейчас открылся для жителей и гостей нашего города. Несмотря на обновления, основная концепция ресторана сохранилась. Приятный интерьер «Шандалы» располагает к спокойствию. Такое оформление призвано снимать усталость и придавать уверенность в себе. Энергетика этого места создавалась годами. Гостеприимные хозяева вдохнули в вековые стены ранее располагавшегося здесь доходного дома Рязани современный дух. Тем самым возвели заведение на новый уровень. Ресторан «Шандала» за годы своего существования полюбился жителям и гостям города концертными вечерами, которые проходят здесь регулярно. Следующее музыкальное событие, открывающее новый сезон, состоится 3 ноября 2017 года. В первую пятницу ноября перед гостями здесь выступит знаменитый вокальный инструментальный ансамбль «Горпарк» с программой хитов 70-х и 80-х годов. В ресторане «Шандала» гости приобретают исключительное для нашего города настроение. Изысканные блюда, рецепты которых были заимствованы из разных стран мира, оттачивались годами. А приятная публика в сочетании с веселой или лирической музыкой в исполнении профессионалов, такой атмосферы, пожалуй, нет ни в одном заведении нашего города. По пятницам и субботам гости всегда здесь могут насладиться живой музыкой. По своей концепции ресторан «Шандала» склонен к переменам, которые предназначены для комфортного отдыха. Это место всегда ждет своих любимых гостей. Стоит сказать, что в переводе с арабского «Шандала» означает «подсвечник». И это слово как нельзя кстати подходит к этому заведению, в котором также тепло, уютно и романтично, как на встрече при свечах. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я напоминаю, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Город62.тв Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам отличных выходных. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предприятий». Рязанского муниципального района. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир. Высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция. Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55 90 50. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов.